Уже и побрился, и чуб отпустил. Ну вот красавец, красавец. А что там сзади, Нью-Йорк что ли? Да, Манхэттен, Нью-Йорк. Ты так билеты порвал Коммунистической партии? Не-не-не, я жду восстановления Советского Союза. Серьезно? Да-да, всех приглашаю. Хожу от узбеков, туркменов, киргизов. Восстановления не будет, это точно. Всех-всех-всех, говорю, пошли, опять там говорю, коммунизм будем идти, они что-то вот... Не, это бесполезно, зря стараешься, зря стараешься, не пролезет у тебя это. А как же быть, так хочется опять какой-нибудь СССР? Зачем? Ну как... Зачем? Нахрен нам в России и Украине нужна? Ты чё? Ну там уже, не знаю, там, последний хрен без соли доедаете, и тебе 40 миллионов на обеспечение взять. Хватит, кормили вас, кормили, хватит. Ты знаешь, Сорос в своё время сказал, когда Союз распался. Говорит, я не рад тому, что Союз распался. Когда Россия освободится от социалки Средней Азии и дотаций сельскохозяйства на Украине, я не знаю, что будет, но этому не рад. Ведь опять вас себе на шею сажать, нахер это надо? Не, даже не надейся. Я понял, вот как, допустим, а вдруг мы организуем что-то без России. Ничего? Да ради Бога, ради Бога, организовывайте нафиг. Это красота. Я хочу только одного, чтобы Украина жила хорошо. Чтобы люди в Украине жили хорошо. Вот это будет классно. А это все так в России хотят или один вы только? Я думаю, все хотят. Чтобы все жили хорошо, чтобы не было геморроя. Вот когда вокруг России будут люди жить хорошо, все хорошо будут жить, не будет никаких проблем. Ну вот вы говорите, что вы не хотите брать, но все-таки же вот взяли же 2 миллиона крымчан на содержание, по 2,5 миллиарда вот платите на содержание ЛНР, ДНР. По 2,5 миллиарда долларов. Я понимаешь. Содержите их армию, их содержите бюджетников, деньги там ходят российские. Я уже все понял, не надо все перечислять, я все понял. Но здесь геополитика, понимаешь. Украина уже начала отдавать Крым американцам под базу. Уже в Севастополе одну школу и одну больницу. Скажите, пожалуйста, я вас услышал, да, я понял. Скажите, пожалуйста, она сейчас вот под базу Одессу отдает и вот очаков такой под Николаевым. К нам заходят, представляете, даже уже из Японии военные корабли приходят. Все время базируются в Одессе американские, британские, турецкие суда. Это может и Одессу отобрать, а то уж там база будет. А сколько там от Одессы до Крыма? Не стоит, не стоит. Зачем? Не надо. Я понял, я понял. Скажите, пожалуйста, а если в Харьковской области тамагавки поставят? Здесь же ерунда, 700 или 500 километров до Москвы, как бы и ПВО не успеет сработать. Как вы считаете, может Харьков брать? Не, Игарьков не стоит, не поставят. Не, не почему вы так думаете? Вот в Литве... В Литве же поставили. Что там поставили в Литве? Ну, в странах Балтии же... В Литве ничего не поставили. В Литве только какую-то базу там, американцы ходят, литовцы... Насшали там где-то на углу, литовцы пизды дали американцам, американцы там пизды дали литовцам. Вот они там. А там только базы, там только военные, там никаких ракет нет, ничего нет. А так они, приехали американцы, подъезды там обсыкают им? Обсыкают, обсыкают, не видели это? Не видели эту новость? Поссали, а литовцы делали. Литовцы сделали замечание. Приехали, вот пиво пьют за каждым углом и обсыкают, обсыкают всю литовку. Зачем, зачем это так? Зачем... Зачем... Зачем преувеличивать это, как его фигню? Ну, как бы, был такой случай, был такой случай. Поссали, литовцы сделали замечание, литовцам дали по роже, прибежали другие литовцы, пацаны дали американцам пиздюлей. Был такой случай. Вы, как бы, литовцы... Ну, это не говорит о том, что это постоянно, каждый раз и везде. Это просто был такой случай. Скажите, а вот это, как вам это, литовские, вот, лесные братья, вот, они же потомки лесных братьев, как вам, нравится вот это вот, лесные братья-то типа бандеровцев были там в Литве? А че на них даже не нравятся? Ну, они же против Красной Армии же, вот этих вот, воевали с краснопузами этими. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну, это ты, вот, ты нормальный человек, ну, че они могли воевать? Ну, они воевали, да. Они ушли в леса, там, с кем-то воевали, ну... Понятно. Ничего. Ничего. Ну, ты понимаешь, ты же не глупый человек, ты не знаешь. Американцы убрались теперь из Литвы или, как бы, нет? Да почему, они там так и есть, никуда не делись. Нет, просто это такое мелкое недоразумение было, да, кто-то там не там поссал, где надо. Бывает такое, знаешь, где-то могут и украинцы поссать не там, и русские могут поссать не там, не знаю, там, напьются нафиг. Скажите, пожалуйста, а как в России, там, вот, то в подъезде нас тут, то в лифте, и никто их не бьет даже, вот, все, как вот, литовцы, те хоть бьют, выступают за чистоту, а в России молчат. Слушай, я вот честное, честное слово тебе скажу, ни разу не вижу, что кто-то нас встал в подъезде или там, не знаю где. Вот честно тебе, не врут, но несут в подъездах, несут. Вы так не увидите, посмотрите, пожалуйста, тут ролики российские снимают, как... Ну, где-то есть, я не знаю, но я вот не встречал, например. Нормальные люди, хермией не занимаются. Я иногда езжу, иногда езжу тоже поссать охоту, ну, где вам, блядь, поссать? Ну, куда-нибудь заеду, за гаражей забегу там где-нибудь, поссу нафиг. Бывает такое, ну, уж не подъезд за тем. И много там таких, вот, за этим гаражом там? Ну, хую знает, не знаю, не наблюдал. А вон какой гараж, железный или кирпичный? Всякий есть. Ну, в кирпичный гаражи точно не зайдешь. Где-то вот железный поставят там, где-то на отшиве там хрен. Ну, он же вот прорвет дыра там, ну, как вот так вот. Ну, а что сделать-то? Что сделать-то? Не на сам гараж, где-нибудь рядом, нафиг. А я вот слушайте... Ну, ты же понимаешь, зачем ты, зачем ты все переводачиваешь, зачем ты утрируешь? Слушайте, я вот просто случай один расскажу. В России, кстати, был, да. Одинному мужику все время у него стоял железный гараж, его вот обсыкали. Он взял... И обычно вот вечером идут и ссут. Ну, он пошел, а сам взял это... 220 туда подключил, к этой железяке. Вот один подошел поссать, оно по струе ему как дало. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот это фокма была. Ты понимаешь, что эта кирпичная гараж стоит на земле? Если подключить 220, будет короткое замыкание. Так не, не, подождите, не, короткого замыкания не будет. Вот понимаете, он вначале стоит не прям железяка, прям вот так на землю стоит, а там еще вот так вот кирпич был подмощен силикатом. Ага, на фундаменте, да? На фундаменте, да. На фундаменте, да. Была дача там где-то, на дачном участке, обворовывали. И он подключил к дверям фазу. И кто-то там собрался к нему полезть, его ебнуло там. И, короче, он помер. Это писали в газетах, но это давно где-то было, в 90-х. Я сам это читал. Это когда на дачах консервацию крали, да? Ну да, там крали все, 90 крали все. А я слышал, да, вот, один там тоже каких-то капканом настроил на даче. А они, эти воры, все равно влезли туда как-то через окно. И вот местку, в общем, что они сделали? Взяли вот так вот, поставили, кирпич положили и доску вот так вот через кирпич. А на конце доски насрали. А потом по второму концу доски ногой как дали, оно подлетело и раз и прилипло туда говно к потолку. Хозяин приходит, а, нифига себе, как это, насрали на потолку, понимаете? Вот такого-то еще не было. Ну я не знаю. Так что, тут бывают все те методы. И вот эти вот все, вот эти вот комедии, вот это все бывает, да. Так что, а вы говорите, они ссут. Какие-то там сраные америкосы там где-то литовцам нассали. Так что, если бы им насрали на потолке, вот это бы был случай. Ну что же, а так как вы там пенсионерам? Что вам там, довольны пенсией? А у вас-то там как вы? Ты-то на пенсии, нет? Да, да, да. Ну как, пенсии довольны? Да, у меня большая пенсия. Видишь, ну понятно, что с коммунистическим прошлым-то вам всем дают большую пенсию. Ну да. Ну да. Вон Михаил Сергеевичу прям Германия выплачивает пенсию и все. Ну Михаил Сергеевич, да, ему там хреново. Он не жалуется. Я вот разговариваю... Понимаете, вот смотрите, не может ли быть такая карма, вот смотрите, Ленин продал за марки Российскую империю. Его заплатили, вот была там первая мировая война, немцы не могли выиграть. Они Ленина подкупили в опломированном вагоне. Он приехал на финский вокзал с бабками и затеял эту революцию за немецкие деньги. Вот. Не Ленина подкупили. Опять-таки, смотрите, вот Горбачев... Не надо переворачивать историю. Не Ленина подкупили. Такой Александр Парвус. Ты слышал такое имя и фамилия? Александр Парвус? А? Я не знаю, я знаю, что Ленин приехал... Не слышал. Вот тогда изучи. Подожди. Прежде чем вот эти вещи говорит, ты изучи. Александр Парвус. Набери в интернете и узнаешь. Александр Парвус получил 10 миллионов золотых марок. И сказал, что я сделаю так, что устроим революцию в России и Россия перестанет воевать с Германией. Германия выделала на это 10 миллионов марок. Получил это Александр Парвус. И он сделал так, что Ленина вывез в заплобированном вагоне, проплатил все это, все это. Все эти деньги пошли на революцию. И в оконцовке Германия по Брестскому миру получила то, что даже она в жизни не смогла представить, что она может завоевать. Ты сам знаешь. Западная Белоруссия. Правильно. Западная Украина. Ну вот тогда просто ты для самообразования узнаешь, кто такой Александр Парвус. Вот это первое. Вот ты, наверное, набираешь, да? Правильно делаешь. Не, не. Я хочу вам показать. Вот смотрите, вот мне пенсия приходит. Вот смотрите, видите, написано. 17 960. Да, вижу, вижу. А, тут вот, видите, написано, что, смотрите, выплаты пенсийного фонда. Пенсия 17 690, вижу. Да, вот это выплаты пенсийного фонда. Вот у меня пенсия 17 690 гривен. Это сколько будет на ваши... Ну, на два с половиной хотя бы умножь. Сколько там будет? Ну. Я знаю. Это... Я... Не охота... Тысяч 40 будет? Ну, где-то так. Короче, я сейчас вот разговаривал, не сейчас, а, ну, позавчера разговаривал с одним пенсионером, с военным. Он говорит, я получаю полковник, полковник в отставке. Я, говорит, получаю 40 тысяч военную пенсию и 12 тысяч получаю пенсию социальную. Жена у меня работает, главврач детской поликлиники и пенсию получает. Я, говорит, не знаю, куда деньги девать. У меня денег как грязи. Мы их не... А те, которые получают минимальную пенсию, мне говорят, они ни хера не работали никогда, ничего не хотели делать. А я говорю, а как же медсестры получают минималку бывшие? Там продавцами люди работали, там, ну, всякие, там, уборщицей кто-то работал. У кого-то там трое детей, они там, хуй знать, работали. А ничего, нафиг. Он говорит, это все это нищета, отбросы, они херня. Понимаешь, вот ты можешь отнести тебя к этому полковнику, который мне это рассказывал. Он 40 тысяч пенсию получает военную, 12 социальную, 52 тысячи. Больше твоей пенсии, понимаешь? Еще жена получает пенсию, и она еще работает. Ну, видите... Не вся Украина живет в Черноморском побережье Херсонской области. Ну, почему? Смотрите. Есть зовут в Полтаве. Там тоже снег выпадает, бывает холодно. Не каждый день тепло. У вас раньше... У нас, вот смотри, вот смотри, я покажу сейчас. У нас смотри еще. Видишь? Ага. Видишь сугробы? Вижу, да. Ну вот, это как снег нагребли за зиму, они еще не растаяли, так они и лежат. Хотя дороги сухие там уже растаяли, а вот как сугробы нагребли, так они и лежат. Конечно. А вот сейчас бабушка моя перевела на этом конвертере, говорит, что 18 тысяч это будет вашими 50 тысяч. 50 тысяч? Ну, я не знаю, хрен узнать, считать. Неохота мне считать. Ну, может быть, да. Так что, ну хорошо. Ну, а вообще там вы что, довольны политикой партии и правительства? Или как? Может, давайте все-таки Советский Союз, чтобы... Правительство? Нет, нет, нет. Я не доволен нашим правительством. Нет. А скажите, а вы какого года? 53-го. А, ну я 52-го. Ну, наверное, это... Как вы думаете, Путина на всю вашу оставшую жизнь хватит, наверное, да? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Превокационный вопрос. Я не знаю, может, он завтра в какая-нибудь контрашка ебнет, нафиг, и все. Откуда это? А не он такой бодрячок, он бегает, все нормально. Не знаю, не знаю. Может, может я завтра в коне откину. Это, знаешь, это судьба, это жизнь. Что там, анализы сдаёте, давление нормальное, всё в порядке. Давление нормальное, ничего не сдаю, никуда не хожу, ничего не лечусь, таблеток никаких не пью. Правильно, не пейте. Ну что, давайте, держитесь, я забыл, в каком городе, что там сугробы лежат. Кострома. А, Кострома. Да, 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 да. Ну что там, знаю, Кострома когда-то славилась своими сырами, молоком, да, сейчас... Так и славится, так и славится. Сырная биржа, туристы приезжают, все на сырную биржу, там немереное количество сортов сыра, там хрену знают, а все там... Понятно. Ну давайте, как бы, я не знаю, а как вы думаете, Крыму Россия отдаст назад, нет? Да, конечно, нет. Нет, да? Нет. Это как будто бульдог мертвой хваткой ухватился и... Ну точно, точно. Пей палкой, да... Ну вы тут же его отдадите, вы тут же отдадите его американцам, ну что тут... А Россия столько крови пролит, там каждый... Каждый клочок земли пролит кровью. Российский. Русский солдат, да? Русский солдат, да. Скажите, пожалуйста... В том числе и украинцев, между прочим. Скажите, пожалуйста, вот, да, я о чем и хотел спросить. Мы, украинцы, были в Российской империи, и вместе там в Российской империи были и финны, и много всяких народов. И, так сказать, и мы принимали участие в российско-турецких войнах, и казаки наши, и... Мы были в Севастополе, там вот стоит памятник моему земляку, матросу Петру Кошке, он визничанин сам, да. Так вот, скажите, вот тоже, как бы, двухзначное, так сказать, вот, понятие, неоднозначное. Были, были, а как дележка пошла, россияне говорят, типа, да, а при чем тут вы, это же все кровушку мы там проливали одни, это все наши, как бы, вы ни на что права не имеете. А у меня, кстати, вот сосед, сосед у меня воевал с японцами на Сахалине, но он уже умер, и ногу там потерял. И скажите, за что? Почему же нам тогда, получается, и Крым отобрали, хотя бы часть Сахалина дали, или что-нибудь такое? Ты красавец, ты просто красавец. Вот, слушай, смотрите, может, вы правы, в своем роде, может, вы правы, сколько-нибудь там в этой империи, и 300 лет, и 500 лет, все равно скажите, что все это наше, вы там украинцы ни при чем, да? Так же, получается? Да нет, нет, конечно, нет. Брежнев, Брежнев, руководил страной 18 лет, Брежнев по национальности украинец. В паспорте написано, паспорт есть его в интернете, и написано, украинец. Я знаю, там написано, украинец, он работился в Днепропетровской области. Да, да, да. Даже по национальности он был не русский, а украинец. Хрущев тоже с Украины. Вот украинцы руководили Советским Союзом. И украинцы так же, как и русские, так же принимали участие, не все украинцы, конечно. Тогда еще Украина, когда, допустим, Крым завоевывали, она там, не знаю, совсем маленькая была. И тогда даже не Украина называлась. Тогда еще Херсон не был, ни России, ни Украины. Там дикие земли были, дикие степи. Не, ну вот смотрите. И Одессы тогда не было, понимаешь? И Николаева не было. Ничего этого не было. И Крыма не было. В Крыме были татары там рулили. Они грехов перебили, и там рулили вместе с тупнями. И вот эти войска, в том числе там были и казаки в этих войсках. И казаки там были, украинцы, да. Этот Крым отбили у туров, завоевали. Но в основном большинство там русские были, понимаешь? Русской крови. И казаки были те же самые русские. Они не были какими-то там татарами, или поляками, или там финнами. Они были русские казаки, понимаешь? Хотя жили они в том месте, которое сейчас называется Украина. И Гоголь писал слова Тараса Бульба. Русские, понимаешь? Он называл себя русским. И Владимир Даль в словаре русского языка писал, что русский язык, украинский язык... Нет, он писал тогда малорусский язык. Русский, малорусский, белорусский язык. Это диалекты русского языка. Мы сейчас в России говорим не на русском языке, а на диалекте русского языка. И украинцы говорят на диалекте русского языка. И белорусы также. Это писали профессора, которые жили до долго до нас. Они, наверное, больше знали. И если даже почитать письмо казаков турецкому султану, то оно точно не на украинском языке написано. На суржике вы скажете сейчас. Да нет, написано там на украинской мове. Не на украинской мове, нет. Почитай, почитай. Они на суржике написаны. Скорее так. Потому что каждый русский... Подождите, у вас такой диалог и монолог, вернее. Я уже забыл... Давай, 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 я слушаю, я слушаю. Давайте, давайте все по порядку. Дело в том, что... Да, вот сейчас в России там рассказывают, что были там пустые степи. Никто там не жил. Ни в Херсоне, ни в Одессе, ни в Николаеве. Там вот в Приазовье никого не было, понимаете. У нас есть, так сказать, перечень паланок. Вот по-российски это станицы, а по-украински это паланки. Так вот, у нас было запорожское казачество. И были паланки, начиная от Донбасса и заканчивая Одессой, и Херсоном, и Николаевым. Везде были поселения казаков. И то вот, что вам рассказывают, что там Екатерина II основала город Одессу, ну, на самом деле это не так. На месте города Одессы был прекрасный большой город с портом. И назывался он Хаджибей. Возьмите, почитайте. И сейчас в Одессе есть район Хаджибей, называется. Так что проживало там где-то 100 тысяч, по-моему, народу в этом городе. И то, что туда пришли, что-то его немка там, так сказать, приказало, и его основали там французы, а не русские, да. Там кто такой был Ришелье, кто такой был Дюк, да, и прочие основатели. Так что они не основатели, а как бы, ну, что-то там модернизировали, я не знаю. Причал, может, лучше улучшили, Потемкинскую лестницу построили. Ну, в принципе, нужна она там была или нет, ну, это как бы было такое выражение, потемкинские деревни. Когда он узнал, что ехала туда императрица, он заставлял вот этих вот, понимаете, там же написано, по дороге, были Потемкинские деревни, где-то вдали там из фанеры ставили какие-то домики, и вдоль дороги стояли там украинцы, и спевали какие-то народные песни в вышиванках, все красивые такие, и Екатерина друга, это немка, ехала, и кажла, ой, какой здесь прекрасный живет народ, вот это здесь деревни, эти села. Вот с тех пор и пошло такое вот выражение, потемкинские деревни. Потемкинские деревни, я слышал. Понимаете, когда была Российско-Турецкая война, то Потемкин, князь Таврический, приехал на Хортицу, из Челобитной, он не командовал там никем, он просто попросил запорожских казаков помочь в войне. Он был принят в казаки, при условии ему сказали, что поможем, если вы действительно запишетесь в казаки, потому что ни от казаков мы никаких просьб не принимаем. Он записался в реестр запорожского казачества, ему дали такое вот призвище, грецко, не чеса, не чеса, потому что он по реке ходил, а по реке его не чесали, не расчесывали. А вот ему дали такое вот призвище, потому что у нас положено было, чтобы все казаки, они имели фамилии. Там где-то в России они крепостные, они не имели права иметь фамилию, а здесь вот на казаки, они каждый имел свое призвище, то есть фамилия, как у нас. Потом про Тараса Бульбу, понимаете, что он там писал, Тарас Бульба, этот вот Гоголь Николай Васильевич, его как бы вроде бы в Украине маленько недолюбливают, и сам Тарас Шевченко, наш вот действительно писатель и поэт, народный, украинский, чисто украинский, он писал, у него так и есть там стих называется «Гоголю». У него там типа обзывают каким-то клоунами, говорит, вот ты смеешься над народным горем, а я плачу. И ты просто, он так сказать, высмеял его, что его за правду Шевченко упекли на 10 лет туда вот на каторгу, вы же знаете. А Гоголь за свои прекрасные вот эти пасквили, которые прославляли тут царей, там кричат все «Да здравствует русский царь!», он получал неплохие гадарары и жил припевающе в Венеции. Он, кстати, в России в Венгурге маложил. Так вот теперь слушайте, какой парадокс, вот какой слушайте, почему его вообще-то недолюбливают в Украине. Потому что вот этим Тарасом Бульбом, он тут все поставил с ног на голову. На самом деле было до восстания на правобережной Украине, оно называлось «Калиевщина». Тарас Бульба, это был прототип героя Ивана Гонты. Вот Иван Гонта был, возглавлял это восстание против поляков. А Тарас Бульба, это как бы личность вымышленная. Так вот в чем дело, понимаете, что когда умер Богдан Хмельницкий, через несколько лет Россия и Польша разделили, раздеребанили Украину напополам, на правобережную и левобережную. Левобережная это шла под контроль России, правобережная отдали полякам. Это так помогали. Потом, когда на этой правобережной произошло восстание под командованием Ивана Гонты, то польский король попросил российского царя помочь подавить это восстание. И были направлены войска, российские регулярные. Они пришли туда и якобы сказали, мы пришли помочь братьям. позвали на переговоры Ивана Гонту. Он приехал, и с ним было еще 30 всадников. Они там что-то там, значит, договорились о совместных действиях, там, как говорится, прилили это дело. И тут же их повязали и сдали полякам. Ивана Гонту отвезли в Варшаву и превселюдно там его четвертовали. Так вот, когда читаете вот этого Тараса Бульбу, вранье это, Гоголевское, так почитайте, пожалуйста, восстание Калиевщина. Вот оно есть, наверное, на русском языке. Тарас Бульбу описывается, это 1700 какой-то год, я не помню точно. Сейчас я посмотрю, когда было восстание Калиевщина. Калиевщина. Вот у нас, понимаете, Калиевщина она называется, потому что вот эти вот восставшие, они назывались Калии, потому что они кололи, понимаете, у них пики были, они были как крестьяне, там затачивали косы, в общем, вилы и шли. Так вот, смотрите, вот Калиевщина, сейчас я почитаю, Калиевщина, восстание, они назывались эти восставшие гайдамаки. В 1768 году. Здесь вот так и написано, что на правобережной Украине в 1768 году против крепостнического права, экономического, политического, религиозного, тра-та-та-та-та-та, вот они восстали, короче, и вот так вот помогли, да, правда, правильно меня поправили, в 1768 год. А Гоголь, он как бы умер, ну, там всякие ходят байки, его там, значит, вот эксгумировали, он что-то там лежал кверху жопой, что-то непонятно, ну, короче, такие комедии, да. Почитайте там о... Я тоже это слышал, что Гоголя похоронили, типа, что он не умер, а был, не знаю, в коме какой-то, его приняли за мертвого, похоронили, а когда изгумировали, он в гробу там перевернулся, потому что, ну, похоронили его живым, и все. Насчет Потемкина... Ты понимаешь... Насчет это... Я понял, я вам скажу, насчет Потемкина, он, когда умер, его похоронили, вот я забыл, где его похоронили, где-то, короче, вот тут, не то в Николаеве, не то в Херсоне, где-то там. Я этого не помню. И он, понимаете, потом, он же был фаворитом, Екатерины Второй. А потом, когда он умер, то какие-то доброжелатели, в общем, туда тоже пробрались, и из этого склепа выбросили его все кости, в общем, и там комедия... Ну, знаю, это как, ты рассказываешь какую-то, ну, я не знаю, ну, эти фейки, не фейки, там, хрен знает, это... Могила Потемкина. Это на нос, то, что нанесли там, на историю. Кто там все наговорил, в течение всего это все... Смотрите, доказательств этому нету. Подождите, вы не знаете, где Потемкин похоронен. В Свято-Екатерининском соборе, в Херсоне, захоронен прах князя Григория Александровича Потемкина, Таврического. Он умер в 1791 году, скончавшегося в Яссах, 5 октября. Яссы, кстати, это Румыния. Молдавия. Или Молдавия. Ну, это тогда было Румыния. Ну, да. Тело князя, сразу после его кончины, было забальзамировано и готово к погребению. Вот. Но почитайте там о странностях. Ну, это что мне это все? Это как? Это никакого там вообще отношения не имеет. Не знаю, к чему там. Ну, хрен с ним. Просто вы здесь начали рассказывать, что все здесь, какая разница? Все здесь, что русские, тут все города построили, тут была пустыня, никого тут не жили, ничего тут не было. Насчет Одессы из 100 тысяч. Это же бред. Бред это все. Хорошо. Насчет Одессы, я вот это, ты много наговорил здесь. Извини, что я на ты обращаюсь. Мы ровесники вроде, да? Пожалуйста. Ничего страшного. Вот. Что там 100 тысяч жителей было. У меня есть дома энциклопедия. Энциклопедия Гранат. Она выпуска 1913 года. Ну и что? И вот я открываю там Одесса. И там написано, когда, чего, сколько там жили, количество людей, как она начала развиваться. Там очень много написано. Эту энциклопедию составляли больше 60. Вот. И дальше. Там написано, например, по переписи 1897 года в Украине, в Одессе проживало 52 процента великороссов, 32 процента евреев, третье место. Как ты думаешь, кто занимал третье место? Не знаю, Волнование, может быть. Нет. Немцы. 6 процентов немцев там жило. Екатерина очень интенсивно зазувала туда немцев. Там целое поселение были немцы. 6 процентов немцы. А малороссы, там, как написано, я говорю, как написано в энциклопедии, которая издана в 1913 году, малороссы были 4 процента там, всего, в Одессе. И с начала Одесса не превышало 12 тысяч жителей. 12 тысяч. Это первоначально там, когда она образовалась. Никаких 100 тысяч там не было. 100 тысяч там уже подошло примерно к концу 19 века. 100 тысяч там было. Тысяча там 890 какой-то год там. Или 80 какой-то год. Я не помню сейчас. Я сейчас не дома. Я сейчас бы взял эту энциклопедию, тебе показал, открыл. Смотрите. Так. 7 февраля 1795 года город Хаджибей, порт Хаджибей был переименован в Одессу. Понимаете? Указом Екатерины Второй от 27 января по старому стилю. Вот. Так я о чем говорю, что переименовали с небом. Понимаете? Внимание, смотрите. Город просто переименовали, а не основали. Вы разницу видите? Кто там проживал? Это дело такое, понимаете? Кто там проживал? Потом с вот этим термином с вот этим термином мало росы, велико росы. Смотрите, слово, я думаю, что росы, да, это, я так понимаю, пошло откуда? От слова Россия? Рос, Россия, да? Ну да, Русия, от слова Русия. Не, не, тут уже сказано не мало русы, а мало росы. Правильно? Это какая разница? Разница не большая. Большая разница. Смотрите, я вам сейчас расскажу, в чем разница, понимаете? Дело в том, что само слово Россия, само слово Россия возникло в 1721 году. после того, как Петр I решил Московское царство переименовать в Российскую империю и стать императором. Он взял греческое слово Россия. Возьмите сами, прочитайте происхождение слова Россия. Так вот, подождите, вы хотите сказать, что до 1721 года и не было таких украинцев, а потом вдруг вот взяли кого-то там, поймали в степи, бегали какие-то люди и назвали их малоросы. Вот так вы думаете или как? А вы знаете, например, такой факт? Кто такой Гетман Скоропадский знаете? Ну, Гетман Скоропадский был и что? Кто это такой? Кто такой Гетман Скоропадский? Он при царе служил офицером царской армии, каким-то не зналом. генерал генералом, генералом. Генералом. офицером генералом. Генералом. Генералом это и есть офицером. Да, 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 да. Так вот, он был последний гетман Украины. Да, вы говорите, но... не галичанином. Он очень конкретно разделял малороссы, украинцы и галичане. Это разные люди для него были. Себя он считал украинцем. Книга есть? В интернете она есть? Ну, бери, почитай. Так вот, и он такой случай описывает. В армию забирают, в армию это как петлюра. Офицер говорит, так, украинцы подняли руку, там подняли несколько человек руку. Малороссы подняли руку, другие там подняли руку. Хохлы подняли руку, подняли. Хохлы, украинцы и малороссы шаг вперед. Люди на этой территории идентифицировали себя по-разному. И даже был случай такой, что полтавские крестьяне писали, зачем вы нас оскорбляете, зачем вы называете нас украинцами, мы ничего не крали. Это факт, это зафиксировано, это есть в интернете, понимаешь, это документальные данные. Люди не знали такое слово украинцы. И украинцы, украинцев делала Польша и Австро-Венгрия из Галичан. Были такие два лагеря Терезин и Толергов, где держали только русинов. Потому что Австро-Венгрия воевала с Россией и никакие русские и русины им были не нужны. А если русин говорят, что я украинец, то все, до свидания. Украинцев там не было. Только русины. Хорошо, давайте тут разберемся. Подождите, а то вы много наговорите, я уже все забуду. Смотрите, в каком году это происходило и делали из русинов в Украине? Во время Первой мировой войны. Первой мировой войны. Каким образом тогда, а когда Гетман Скоропадский родился? В 18 году. родился родился в каком году? Я не знаю в каком году он родился. В 18 году. Наверное, во время первой мировой войны ему уже как минимум было лет 25. 50. Как он стал генералом? Правильно? Так каким образом он считал себя уже украинцем? Тут вы что-то сами путаетесь в показаниях. Подождите, вы мне наговорили, я понял, много наговорили мне, я сейчас буду распутывать ваш клубок, где-то там что-то сказали в Полтаве, где-то там что-то сказали, еще где-то там что-то сказали. Дело в том, что у вас в России там я не знаю кто пишет эти истории, понимаете, были украинцы, они и сейчас есть украинцы, все украинцы. Я вам расскажу, я здесь живу, подождите, мне не надо, мою историю мне рассказывать не надо, я здесь живу, смотрите, я, я здесь живу, я вам рассказываю, что я вам рассказываю, не то, что писали ваши российские историки, понимаете, мы же не будем изучать историю Франции, по, так сказать, по, то, кто написал там англичане о французах, да, каждый народ, он со своей точки зрения, Олесь Бузина, украинец, Олесь Бузина, украинец, подождите, сейчас, не будем скакать, к Бузине пойдем, Андрей, ваш, украинец, ко всем пойдем, подождите, подождите, мы сейчас с вами разберем и 500 русских фамилий татарского происхождения, начиная от Арцебашев, Арцеулов, Ахметов и заканчивая Якуниным, все русские фамилии, сейчас к этому придем, к этому придем, подождите, подождите, сейчас разберемся, разберемся с украинцами, а тогда мы разберемся, какого вы рода, кстати, может и у вас, может и у вас, может и у вас, может и у вас, да, вот, я не прыгаю, я сейчас разберусь, да, и с вашими фамилиями, которые вам раздали, на болгарский Лад вам дали фамилии, на ОВЕВ заканчивающийся. Хотя это была массовая фамилизация после того, как... Ну не правда же говоришь. Иван Андреев сын. Иван Андреев сын раньше. Иванов, да, есть такой... Игорь Петров сын. Иванов, Петров, все болгарские все имена. Да при чем здесь болгарские? Раньше говорили, писали, записывали. Записывали метрику, церкви трястили и писали. Довыдается ему, мабуть, звук прибрать, бо тут толку не буде. Так вот, я вам хочу сказать, что все на этой территории назывались украинцами. Да, так же, как и у вас. Вроде бы все русские, но у вас есть и уральцы, у вас есть и сибиряки, у вас есть дальневосточники, есть алтайцы, у вас и забайкальцы, так и у нас. Все они украинцы, только да, действительно, есть украинцы из Галичины, есть украинцы из Поднепровья, есть из Полесья украинцы. Они так назывались племена, племена Полищуки назывались. Но вот вам самый главный вопрос. Если бы вы знали, откуда вообще в России взялись русские, вы бы вот этим словом вообще бы не разбрасывались. Если бы вы поняли, откуда вообще взялось слово Русь, русский, вы бы тогда поняли, что вы обыкновенно, понимаете, как бы украинцы, которые взяли себе слово Русь от названия племени варягов. Вот пришли варяги, у них было племя Русь называлось, это были Рюриковичи. А здесь жили племена на здесь вот в районе Великого Новгорода на Ладоге. И вот туда пришли они. И эти племена попросили, сказали придите и правьте нами. Понимаете? Так вот, в чем вопрос, как вот эти племена Чуть, Весь, Меря, Мурома, вот эти украинские племена попросили этих вот варягов. Придите и правьте нами. А Кривичи, Бимляне, Поляне, это какие-то А сейчас, 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 подождите, сейчас объясню. Смотрите, Кривичи, Кривичи, Радимичи и Эльменские славяне это белорусы. Белорусы, они основали Смоленск, основали Полоцк и Витебск. Это они. Понимаете? Древляне, Поляне, Уличи, Хорваты, это те племена, которые жили вокруг Киева. А Рязань кто основал? Рязань, например. Рязань, это Рязань, каждый вам мордвин, каждый вам мордвин скажет, что Рязань это их бывший город от народа Ерзя, и назывался он Ерзянь. понимаете? А где-то там у вас якобы славяне были, такие как Вятичи, так подождите, подождите, вот смотрите, вот смотрите, в районе Ростова Великого там жили Вятичи, и вот их как раз вот эти племена, и пошел на них войной киевский князь Святослав Игоревич, и он вятичей разбил, потому что он их вообще не считал своими этими вятичами. Все, допустим, вот все наши киевские князья, они раздавали престолы, и раздавали земли залишанские, так называемые, с угрофинскими племенами, и допустим, вот Святослав Игоревич, я все расскажу, не спешите, и Святослав Игоревич раздавал своим сыновьям, вот сказал Владимиру, сказал, да, Владимиру сказал, ты вот пойдешь туда вот править, и там вот организуешь город Владимир, да, и вот там будешь править, на этих землях, где проживают у графины, и он был там просто гауляйтером, понимаете, этот Владимир, другому князю, другому своему сыну, он еще отдал какой-то земли, понимаете, вот самое главное меня интересует то, что почему все-таки племена Южной Америки не стали испанцами, вот пришли их покорили, правили ними испальцы, открыл Колумб, эту Америку, да, и почему же они стали испанцами, вот почему вот эти ваши племена у графинские, почему они стали русскими и взяли в себя имя тех колонизаторов, которые сюда пришли, вот в чем вопрос, а их пришло очень мало, Рюриковичей пришло только три семьи, я отвечу, отвечу, когда дашь мне позвонить и отвечу, так вы поняли, какие вы русские, вы поняли, да, или нет, я отвечу, отвечу, можно отвечать, все, да, пожалуйста, вот эту историю, которую ты расскажешь, это Ветрович придумал или кто? отвечаю, я сейчас подождите, я отвечу, я отвечу на ваш вопрос, я отвечу, я отвечу, задали вопрос, кто придумал, я сейчас отвечу, а потом дальше будете разговаривать, возьмите, почитайте, пожалуйста, вот так вот у себя, напишите, призвание варягов, 862 год, призвание варягов на Ланову, на русском языке написано, что там были племена, они позвали править собою Рюриковичей, варягов, это были шведы, они приплыли оттуда вот через Балтику и пришли сюда править, и вот их это племя варягов называлось Русь, так что откуда вы русские пошли? Что вы взяли себе название своих колонизаторов, вы взяли название, и теперь вы всем тут твердите, давай же русские может любым стать, русским любым может стать, сегодня он какой-то мордвин, а завтра станет русский, Удмурт, у вас Вежевский, вот эта столица Удмуртии, все пойдите спросите, кто они Удмурты, все русские, все тоже Иван Петров Сидоров, так или нет, мордва тоже в Саранске, поедьте, кто они такие, ходите там все время, половину говорят, что мы русские, в Саранске были, я был, я был в Саранске, был во многих местах там, и что? Там Потный есть, вот там целая ветка, 19 лагерей, я вот на Потный там сидел. Ну и что, скажите, а Василий Иванович Чапаев кто, русский или нет? Василий Иванович Чапаев? Какая разница? Вот, вот я не знаю, ты мне закидал, я даже не знаю, на что отвечать. Ну вы подумайте, давайте в следующий раз, потому что... Есть версия, что вот этот вот самый, который пришел, Люрик, он был из балтийских славян. Славяне жили в Балтике. В Балтике. Сказано... На территории Германии, вот эта вся прибалтийская часть Германии, жили славяне. Подождите, в повести временных лет сказано, что пришли они из-за моря, из Балтийского, пришли они варяги. Варяги это швадрик. Балтийские, ты не даешь говорить, ты понимаешь, ты говоришь один, а мне не даешь говорить. Вы найдете почитать... Славяне жили. Славяне были самое многочисленное племя в Европе. Самый многочисленный народ в Европе. И они жили. Вся Прибалтика и Балтика, сейчас Германия, там сейчас и есть острова даже, называются русскими именами. Вот вся эта вот часть там заселяли славяне. хорошо, 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 успокойтесь, я понял вас. Пришло три семьи славян к вам у графинам, и вы взяли их имя, вы стали русскими, да, вы так хотите сказать, или что? У графинам? Да. Ну, там четко написано, что племя весь, мурома, позвали править собою. Племен было много, я не историк, я сейчас все не помню, что это. Я вам сказал, я помню, смотрите, мурома, были кривичи, там, какие-то там, кого только не было. это белорусы. Кривичи, это белорусы. Кривичи, белорусы. Кривичи, Радимичи, это белорусы. А там, да, там были кривичи белорусы, ильменские славяне, это белорусы, они ушли. Я не хочу спорить на эту тему. Я на эту тему не хочу спорить. Ну, например, например, берите, читайте повесть временных лет, призвание варягов. Я знаю, я это слышал, я это слышал. Я только другое хочу сказать, что киевский князь, какой-то, я не помню какой, призвал к себе 30 тысяч к нему приехали, черкесов. Есть город Черкесск у вас. И они основали там сыны. Черкесск, Черкасск. Черкасск. Черкаса есть, да. Черкаса, да. Вот эти вот черкесы, их называли черкесы, они кто там были? Они, короче, мусульмане. Ну, не русские, короче, не русские. Не русские, да, не русские. И вот они у вас там жили, жили, и они там остались, и запорожцы привозили себе жен из Турции. Вы хотите сказать, что вы прям в генетическом ходе, вы такие чистые, прям все, не запятнанные, и никакой другой крови у вас нет. Я вам сказал, что запорожцы привозили жен из Турции. Да и шаровары привозили из Турции. Они без портов туда ехали. Я говорю, кто сказал, что запорожцы привозили понимаете, предок запорожцев, это Святослав Игоревич Хоробрый. Он имел вот такой, вот такой вид имел. Вот это вот святые, слушайте, уже не было. Святослав Игоревич Хоробрый, князь Киевский, да, он имел вот такой чуб, назывался, да, усы длинные, ему дано описание византийским послом. Так вот, он изображен византийским послом в штанах, с запорожским чубом, с серьгой. А шаровары у вас откуда появились? С усами. Шаровары откуда появились? Турецкие шаровары откуда у вас появились? Как национальная одежда? Это национальная одежда, вы считаете, да, турецкие шаровары? Ну, конечно, у вас уже это пляж, вот в шароварах и в вышиванках. Скажите, пожалуйста, у вас военная, какая одежда есть у вас военная? Да при чем здесь одежда? При том, что из картофель ехали, завоевывали. При том, что, подождите, подождите, успокойтесь, не кричите, не рвите сердце. Да я не жду, я спокойно, тумбочка. Успокойтесь, успокойтесь, в шароварах покурите. В шароварах ходили только запорожские казаки на Хортице. Не ходили в шароварах вот там на Галичине не ходили в шароварах гражданские люди. Да Галичина в общем не Украина. Это военная, это форма, это форма одностроя казаков. Понимаете? Военная форма. В то время, когда, в то время, я вас не буду перекрикать. В то время, когда запорожские казаки ходили в шароварах, у вас еще ходили без штанов. Без штанов ходили. Потому что свидетели, которые ходили в поход, вот, почитайте, поход Геттмана Сагайдачного на Москву. Геттман Сагайдачный пошел через вот эти леса, когда шел на Москву, он встречал деревни, в которых ходили еще без штанов. Без штанов ходили. И мужики, и бабы, все ходили в длинных каких-то сарафанах непонятных, или в шкурах, как это там, дырка была в шкуре, он туда голову одел и пошел. Так что, говорить о шароварах, кстати, на Москве штаны, штаны привезли татары. До татаров там вообще ходили все в длинных таких каких-то балахонах, вот, шо бабы, шо мужики ходили без штанов. Понимаете? Это мне рассказывала лично моя бабушка, ее прапрадед ходил с Геттманом Сагайдачным на Москву поход. Они брали города, заходили в города, заходили в Егорьевск брали, Калугу брали, вот, брали выкупы и принимали участие в осаде Москвы с поляками. Вот. Так пока они добрались до Москвы, вот они заходили туда в деревне, там жили вот такие вот, которые не знали даже, что такое водка. Они пели какие-то дикие песни и пили отвар мухомора. Пили отвар мухомора. Понимаете? О штанах там речи никакого не было. Это мне лично моя бабушка рассказывала. Вот. Она рассказывала, как и Сагайдачный ходили они на поход в Турцию. Ходили на поход в Турцию. И наши казаки видели там этих турчанок. Они турчанки, понимаете, они ни в какое сравнение с украинками не идут. Я не знаю, там они может по-своему красивые, но никто из казаков ни одну турчанку сюда не привез. Понимаете? потому что украинки они славятся своей красотой во всем мире. И нужна она была им эта вот турчанка. Они даже ваших москалек и как говорится и глаза видеть не хотели. Говорили лучше козу за сараем трахнуть, чем вот эту вот кацапку. Понимаете? А в этом о каких-то турчанках. давайте в следующий раз договорим давайте я вижу у вас там буря эмоций уже буря эмоций у вас давайте махайте ручкой давайте все у меня тут игрушка есть давайте все до свидания ну уже целый час наверное разговариваем хватит хватит про шаровары я все понял все понятно мне уже бабуся приходила каже там уже пишут каже что хватит уже досить ну людина весь час закидая таки якийсь незрозумілі что я дійсно что мені моя бабуся Олександра Григорьевна вона 900-го року народження ну бачила батько махна варили вони куліш махновцям ну багато чого бачила бо махнов в Запоріжжя приходил і вона розповідала мені як там прапрапрадід як ходили вони в Туреччину на поход як на Московию ходили на поход і розповідала що каже воно знаєте з покоління в покоління передавалося оце що пішли туди козаки через оці ліси поки вони йшли туди до Москови там якась цивілізація може була коло Москви а там зараз 200 кілометрів від від Москви вже нема цивілізації а тоді тут були такі болота ліси і вони йшли там знаходили дярьовні оці де жили там ті Москалі і вони дійсно вона розповідає що це мій прапрадід прапрадід розказував їй моїй бабці що вони ходили без штанів без штанів ходили що баби що мужики в якихсь довгих сарафанах таких ну це а що тут такого древні римляни теж без штанів ходили якісь у них там були ви ж пам'ятаєте візьміть подивіться на тих спартанців візьміть подивіться на вони обмотувалися бачили такими якимись я не знаю як воно називається тога по-моєму тога називалось щось таке ось і так там на москові теж вони не знали штанів і там вона розповідала каже що прийшли вони в одну цю деревню і одного цього піймали москаля і кажуть даруємо тобі штани ось а він взяв і не знає що з ними робить ну і вроді хохма така кажуть а як їх той ну і один заліз каже а ти залазь каже ми будем держати а ти на стріху залазь і так з'їдеш і псух ногами в штани ну це хохма я розумію що це анекдот такий нудисту мені бабуся розповідала таке танцюра Субтитры сделал DimaTorzok